Как мы должны относиться к власти, точнее, к своему желанию быть во власти. Мы с вами слышим, как Господь спрашивает своих учеников, о чем же они спорили, когда они вместе шли. Ну, те скромно молчат, а Господь говорит им. А спорили они о том, кто из них старший, да, церковно-советских, кто старый. И, то есть, фактически вопрос был о том, кто стоит во главе этой общины первоапостольской. И мы видим, что Господь говорит, что в обычном человеческом общении, да, это бывает так, что люди спорят, но у вас должно быть не так. А пусть старший будет меньше и будет всем слуга. То есть, фактически он говорит о том, что власть должна быть принадлежать тому, кто хочет послужить Богу, ну и какой-то, наверное, истине тоже божественной. И в качестве иллюстрации он ставит отрача, то есть, какого-то маленького ребенка посреди, и говорит, что вот, что это пример того, как надо относиться к власти. Пусть каждый из вас будет такой же, вот, как это отрача. Имеется в виду, конечно, то, что нормальный отрок, да, он смиренный и, можно сказать, слуга всем. Кстати говоря, слово отрок в церковно-советском языке часто употребляется именно не вот по отношению к возрасту, а по отношению именно к тому, что, к служению, да, что отрок это слуга, то есть, тот, который должен всем служить. Кстати говоря, даже по отношению к Сыну Божьему иногда употребляется это слово в том смысле, что он, как бы, служит, исполняет волю, скажем так, своего Отца Небесного. И вот мы видим с вами, что Господь говорит не только апостолам, конечно, но и всем нам о том, как надо, собственно, относиться к желанию властвовать, да. А именно, если человек ради каких-то собственных амбиций, ради каких-то личных, личной корысти, например, собирается быть властным, то это, конечно, есть большой грех. И понятно, что избрание во власти это в каком-то смысле божественный акт, да, потому что сам Господь, можно сказать, выбирает. Не всегда так, конечно, бывает, да, но если речь идет о людях, которые верят во Христа, находятся в заповеди Божьих, то тогда это возможно. Но если говорить о личном отношении к власти, да, то Господь говорит о том, что вот если ты хочешь послужить, быть всем слуга, быть как меньший для всех, то тогда это еще оправданно, вот, и может быть даже и полезно, и важно. Если же личные амбиции руководят человеком, если он хочет не ради пользы дела, не ради божественного какого-то замысла быть во власти, а ради своего интереса, то тогда это тяжелый грех. Это вот то, что касается евангельского чтения. А в апостольском чтении говорится о том, о вере Авраама, ну и Сара, о том, что вот поверил Авраам, Бог Авраам, точнее, Авраам Богу поверил, и Господь сотворил из него народ, который множится как песок морской, несмотря на то, что Сара была бесплодна, вот, и она тоже обрела это такое чудородие. И апостол как раз говорит о том, что вот эта вера, которая руководила Авраамом и его семьей, она была настолько крепкой, что Авраам верил Богу даже, можно сказать, против неких таких житейских соображений. Например, он пошел в землю обетованную, которую никогда не видел и не знал, что его там ждет. Но он поверил Богу, и Господь, как бы, не посрамил его ожидания, и он действительно стал и родоначальником народа, и родоначальником всех верующих в него, да, то есть те, кто не по крови, а по убеждениям, по духу ему являются сродниками, то есть, собственно, и мы с вами тоже ведем свою веру от Авраама. И вот эта вера, она должна руководить каждым человеком в жизни, потому что закон хороший, который Господь дал нам, но закон это только детворительный ко Христу, а нам надо, конечно, верить в Господа, в его промысл божественный, и верить и доверять ему нашу жизнь, потому что только лишь в том случае, если Господь ведет нас по жизни, то мы будем и счастливы, и радостны, если же, ну, а если Господь дает им какие-то испытания, то мы тогда тоже должны с честью, так сказать, или с верою принимать их, потому что Господь ничего не дает выше наших сил. Так что будем с вами, братья и сестры, доверять Богу всю нашу жизнь. Аминь. Спасибо.